Проблема дефицита кадров в Центральной городской больнице по-прежнему актуальна. Сегодня медучреждение испытывает острую потребность в сотрудниках. По словам главного врача Игоря Жукова, первое, что отталкивает молодых врачей, это характерные для ноябрьско-климатические условия. Второй момент – это извечный квартирный вопрос. Пока город не готов обеспечить жильем вновь прибывших специалистов. Тем не менее, рассказал новостям нашего города Игорь Жуков, частично кадровая проблема будет решена уже этой осенью. На работу в ноябрьско ожидается приезд выпускников Тюменского университета. Однако даже появление новых сотрудников не закроет окончательно вопрос кадрового дефицита. На сегодняшний день у нас в учреждении, так же, как и во всех учреждениях округа, дефицит сохраняется кадров, потому что все-таки сам состав кадровых у нас по возрасту больше пенсионного возраста. Если в прошлом году насчитывалось 32% пенсионного возраста, в этом году порядка 25% люди пожилые у нас увольняются активно. Молодые специалисты трудоустраиваются, но их недостаточно в том объеме, который бы нам был необходим. На сегодняшний день до конца не решен вопрос все-таки предоставления жилья, что является основным условием для приема, так как заработная плата всех устраивает, и молодых специалистов в том числе. Есть возможность ее регулирования, то есть стимулирующими надбавками, но тем не менее самый главный приоритет для молодых семей, для молодых специалистов остается жилье. Требуются такие специальности, как и в прошлом году, это реаниматологи, анестезиологи, участковые терапевты, педиатры. Очень необходимые, в которых мы просто остро нуждаемся, это узкие специалисты, офтальмологи, лор, врачи, то есть отоларингологи, ну и, конечно же, врачи клинической диагностики.